Список коммунальных потребностей в нашем доме солидный и с годами он только растет. Все тут жители многоэтажки по улице прибора строительной. Дому-то более 30 лет. У нас, во-первых, внизу не поставлены счетчики. Водяные – это самое основное. Конечно, требуется ремонт дома. Рафаила Исламгазина в 17-м доме знают почти все. Даже теперь, когда председатель домкома с многолетним стажем сложил свои полномочия, для жителей он эксперт по всем вопросам в сфере ЖКХ. Главная тема соседских разговоров – наш дом. Так называется новая управляющая компания, которая заменила советскую «Один». Именно с ее участием жителям предстоит решать коммунальные проблемы. Сейчас мы решаем проблему установки теплощетчиков и узлов регулирования. Ищем подрядчиков, ищем систему финансирования. Вот такой вопрос сейчас. Пока что в нашем доме 8 многоэтажек. Относительно новых только 3. Жители еще 20 домов уже подали заявку на переход в новую управляющую компанию. Надежда Орловчина, перемены вполне объяснимы. Наш дом – это государственная управляющая компания. Я так полагаю, будет контроль побольше над нашими жековскими услугами. Так я думаю, я надеюсь, во всяком случае, на это. Инициатором создания государственной управляющей компании стал Вадим Потомский. Вот как на одном из майских аппаратных совещаний он сам объяснил необходимость коммунальных перемен. На приеме граждан, я вам хочу сказать, вообще никакой не секрет. Если обобщить, из 100 случаев в 90-х приходят по жилью. Либо как работает управляющая компания, либо состояние жилья так, где проживают люди. И управляющая компания, ссылаясь на недосборы или за маленькие сборы с этого дома, говорит, у нас нет возможности этот дом отремонтировать, тем самым снимая сливки. Опыт создания управляющих компаний с государственным участием в регионе уже был. Однако органы власти фактически не вмешивались в процесс управления, говорят в правительстве. В стратегии работы новой компании такие принципы, как открытость и прозрачность. Сегодня во время встречи с журналистами, сказал глава департамента Александр Ремига, новый подход снимет большинство проблем во взаимоотношениях жителей с коммунальщиками. Попытаемся показать на нашей управляющей компании ту качественную услугу, которую можно предоставлять за средства, собираемые с наших граждан. Об экспансии, тем более об использовании административного ресурса, и речи быть не может, заверил глава департамента. Еще одни сомнения развеял глава новой компании Борис Лешко. Подрядная организация выполняет только те работы, которые требуют именно подрядчика специализированного. Это обслуживание лифтов, обслуживание локальных котелин. То есть эти работы у нас выполняют подрядчики. Всего у нас сейчас с обслуживающим персоналом 24 человека. Главная цель создания управляющей организации с участием Орловской области – это строгий контроль за деятельностью в сфере управления многоквартирными домами со стороны власти. То, чтобы у нас была просто в городе и в области в целом альтернатива по управлению многоквартирным фондом, чтобы жители знали, куда они могут обратиться, чтобы у нас были конкурентные игроки. И еще один существенный плюс – в домах новой компании будут установлены системы энергосбережения, что очень важно для жителей – бесплатно. Мы на наших домах будем проводить пилотные проекты. То есть без затрат и собственников, и привлечения, соответственно, кредитных ресурсов. Промежуточные итоги работы управляющей компании можно будет подводить через полгода, говорят в администрации области. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Продолжение следует...